Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои и ритуалы на исполнение любых, даже самых невероятных желаний. Кстати, больше всего люблю я этот плейлист. Всё-таки при правильном подходе исполняются даже самые невероятные желания. И, конечно же, Вселенная всегда это делает неожиданно. Иногда бывает, что практически уже не ждёшь, и это самое правильное, и это происходит. Ну и, конечно, всегда помните, ваши мысли, чувства и действия сегодня создают ваше завтра. Ведь всё же, по большому счёту, в ваших руках. На моём канале мы стремимся к правильным мыслям, к правильным действиям и, конечно, к правильному отношению. Мы ни в коем случае не меняем себя. Мы меняем только своё отношение к ситуациям, к людям и к самим себе. Таким образом мы меняем нашу жизнь. Сегодня мы посмотрим, что же влияет на обстоятельства, ну и как оно влияет на обстоятельства. Это может быть как что-то, так же это может быть и кто-то. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя. Всегда есть за что себя хвалить. Ну и, конечно, улыбайтесь, улыбнитесь. Улыбка меняет жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок приносит вам жизнь. Ну, а я посмотрю, что же влияет на обстоятельства. А, кстати, подумайте о ситуации, которая вас на сегодняшний день волнует. Ну и мы посмотрим, что или кто влияет на обстоятельства, как оно влияет на обстоятельства, ну и, конечно же, возможный итог. Давайте же начинаем. Что или кто влияет на обстоятельства. На обстоятельства влияет именно ваша закрытость, на обстоятельства влияет то, что вы не можете найти выхода, на обстоятельства влияет то, что вам кажется, что в волнующей вас ситуации нет этого выхода, нет того выхода, который вы бы хотели увидеть. И это стопорит ситуацию, это вызывает в вас именно негативные эмоции в сторону волнующей вас ситуации, и вы, можно сказать, еще больше себя закручиваете в эту петлю, и с каждым разом, вот чем больше вы вкладываете эмоции в эту ситуацию, чем больше вы, как это, я пытаюсь подобрать правильные слова, чем больше вы не видите выхода, вот вы смотрите, вы пытаетесь анализировать, выхода вы не видите, и можно сказать, что вы расстраиваетесь, чем больше вы расстраиваетесь, тем больше поводов для расстройства вы притягиваете к себе. Могу сказать, что влияет на ситуацию, это ваше невидение выхода. Ну, давайте посмотрим, каким же образом это может, это влияет на ситуацию, или я бы вопрос задала по-другому. Наверное, я бы сказала, как же увидеть ситуацию с другой стороны. Ну, для того, чтобы увидеть ситуацию с другой стороны, надо отпустить прошлые опыты. И именно то, что у вас не получается сегодня, оно у вас, скорее всего, никогда не получалось, потому что я вижу здесь. И могу еще сказать, что причиной этому, это именно очень-очень произошедшее, произошедшее что-то очень-очень давно. И связано это было с кем-то из мужчин. Опять же, это могут быть отношения, значит, для девочек это может быть связано с кем-то из прошлых мужчин. Не обязательно, что эти мужчины были вашими партнерами, это могут быть друзья, это могут быть родные, близкие. И я всегда это повторяю, на то время, когда мы были детьми, наши родители, наши бабушки и дедушки воспитывали нас так, как они это понимали. И, к сожалению, очень много наших проблем, наших блоков, нашего неверения в себя, вот это вот ненахождение выхода пришло к нам из детства. Ни в коем случае я никогда никого не упрекаю и не обвиняю. Они все делали так, как они умели. Ведь мы же тоже, давайте так, только сегодня я смотрю на жизнь, смотрю на отношения, смотрю на ситуации по-другому. Только сегодня я в каждой ситуации ищу позитивные моменты. Только сегодня я могу строить отношения с людьми по-другому. Ведь я же в какой-то момент, не в один момент, а в моменты моей жизни точно так же наступала на собственные грабли и точно так же при помощи, это с сарказмом я сейчас говорю, того, что было привито в детстве, принимала неправильные решения и не доверяло себе, не доверяло людям, тем самым притягивала к себе еще больше этого недоверия, этой неуверенности. И вот тут я могу сказать, что на обстоятельства сегодня именно в волнующей вас ситуации и влияет вот тот негативный опыт, который был когда-то получен. Самое интересное, что в тот момент, я просто работаю сегодня с людьми, понимаю, что некоторые даже не понимают, что это был своего рода негативный опыт. Какие-то мелочи, какие-то высказывания, какие-то разговоры, какие-то убеждения, которые прививали, они очень мешают. И вот тут я могу сказать, что это влияет таким образом, это влияет вот на обстоятельства, тем тем самым вы не можете найти выход. И тут я же говорила, если это отношения, то я сказала для девочек, но для мальчиков это тоже актуально, может быть, это даже не в отношениях, а в любой другой сфере жизни. Ну и давайте же мы посмотрим возможный итог ситуации и как же все-таки можно исправить ситуацию для того, чтобы вы ясно и четко увидели тот выход, которого бы вы хотели. Ну, тут карта говорит обнулиться. Обнулиться это значит освободить себя, это начало, это потенциал, это именно развитие. и исходя из того, что я вижу по второй карте, помочь вам может для того, чтобы ситуация действительно разрешилась в пользу, на благо вам, и чтобы вы нашли вот этот самый счастливый выход, вот это решение, которое действительно вам поможет, все-таки придется вам проанализировать. А если да, вы не хотите анализировать, вот тут я бы вам посоветовала именно практику Я Везунчик есть у меня такая практика, она маленькая, это одна минутка, которая меняет именно ваши нейронные связи, меняет то, каким образом вы смотрите на ситуации и соответственно оно показывает вам, когда ваше подсознание начинает двигаться, работать по-другому, то вы и ситуации, и мир видите по-другому, и тут для вас это было бы в помощь, ну а также есть хапанапона, это вообще выход из любой ситуации, и у меня ни одна, по-моему, две или даже три практики на гармонизацию есть на канале, и это помогло бы вам именно изменить ваше отношение к ситуации, которая вас волнует, ну и соответственно найти гармоничный и нужный вам выход. спасибо. Продолжение следует...